Нехватка кадров наблюдается и в сфере образования, особенно школьного. Для его преодоления во всех педагогических колледжах Верхнего Лжи с нового учебного года внедрён механизм подготовки студентов по целевым договорам. Напомним, такая система обучения по инициативе главы региона была введена год назад в медицинских СУЗах и хорошо себя зарекомендовала. Подробности у Анастасии Новичковой. С давних времён профессия педагога признана одной из самых важных и нужных. Чтобы давать знания детям, помогать им преодолевать трудности, требуется хорошее образование и подготовка. И те, кто выбрал для себя эту нелёгкую профессию, поступают в профильные учебные заведения. В Тверском педагогическом колледже в этом году количество абитуриентов увеличилось почти на 20%. С сентября 2024 года ребята могут получить среднее профессиональное образование по целевому договору. Студентам-целевикам положена ежемесячная стипендия, а также ежегодная выплата с увеличением её размера до 17 тысяч рублей при условии успешной сдачи летней и зимней сессий. И такой подход к подготовке кадров, конечно, располагает абитуриентов. На сегодняшний день принято порядка 500 заявлений от абитуриентов по специальностям преподавания в начальных классах, дошкольное образование, музыкальное образование, коррекционная педагогика в начальном образовании. В этом году у нас также ведётся набор на целевое обучение, и мы приняли уже 84 заявки из 18 муниципалитетов Тверской области. Помимо конкурса аттестатов, ребятам необходимо пройти ряд вступительных испытаний. Одним из них является психологический тест, который позволит выявить стрессоустойчивость и предрасположенность к выбранному направлению. Также абитуриенты записывают видеообращение, в котором рассказывают, почему они выбрали эту профессию и каких результатов планируют достичь. Для музыкальных направлений предусмотрены прослушивания. Варвара Халютина хочет стать педагогом дошкольного образования. Признаётся, что примером стала её воспитательница в детском саду, которая могла найти подход к каждому ребёнку. Я люблю детей, и мне бы хотелось в дальнейшем работать с ними. У меня средний балл аттестата 4,6. Я подала документы на дошкольное образование, потому что думаю, что у меня неплохие шансы на поступление. И если смогу поступить, то буду получать не только повышенную стипендию, но и смогу устроиться в тот садик, который уже сейчас сама выбрала. Такая система обучения была введена в начале прошлого учебного года в колледжах медицинского профиля и показала достойный результат. В настоящее время в медуниверситете по программам специалитета обучается 692 студента целевика по программам ординатуры 137. В этом учебном году в медицинские колледжи по целевым договорам поступило 226 студентов. Губернатор Тверской области Игорь Руденя также обозначил основные условия целевого договора. Это наш второй проект, касающийся образования, уже в части будущих учителей, преподавателей, учащихся в учреждениях среднего специального образования. Мы приняли решение увеличить выплаты студентам, которые будут учиться по целевым договорам. При этом по окончании своего учреждения они должны будут три года отработать в организациях образования Тверской области. То есть у выпускников уже есть понимание, где они будут трудиться после колледжа. Заявки на подготовку педагогов для местных учреждений образования поступили от муниципальных образований области. В текущем году предполагается заключить с образовательными организациями 150 целевых договоров. Для того, чтобы закрепить выпускников наших колледжей на своих родных местах, для того, чтобы они могли понять, что Тверская область – это замечательный регион, они могли работать в той атмосфере, к которой они привыкли, к которой они обучались, в тех школах, которые они знают с детства. Продолжать славный путь иногда – это трудовые династии учительские. Кроме того, мы планируем всем выпускникам, которые придут на работу в школы и сады, предлагать также повышать квалификацию и получать высшее образование. В настоящее время в системе образования Тверской области работает более 16 тысяч педагогов. Из них свыше 10 тысяч в школах, почти 6 тысяч в детских садах. В основном это специалисты в возрасте от 35 лет. Всего до 2031 года включительно предполагается обучить 1550 студентов-целевиков. С учетом подготовки специалистов нецелевого направления, это позволит полностью закрыть требуемые вакансии в школах и детских садах к указанному году.